Добро пожаловать обратно в Destiny 2. В этом видео мы собираемся пройти через это. Стоит ли играть в дополнение Королева Ведьм, которая скоро появится в игре? Итак, в основном мы проходим через все детали. Я нашел статью, в которой будет подведен итог всему расширению. Мы рассмотрим, какого рода контент вы можете ожидать, и все такое прочее, но только быстро, прежде чем мы перейдем к видео. Если ты в данный момент не подключен к каналу, обязательно включи уведомления. Если тебе понравилось видео, я не забываю оставлять лайк. Я очень ценю любую поддержку, и если ты хочешь поддержать меня в дальнейшем как креативщика, посмотри ссылки в описании. И давай побыстрее перейдем к делу, прежде чем мы действительно перейдем к сути этого видео. Некоторое время назад было объявлено, что у расширения было более 1 миллиона предварительных заказов. Я думаю, что это абсолютно отвратительно для любой компании, для любой игры, получать такую сумму денег до того, как контент действительно будет выпущен. Но это дает вам приблизительное представление о том, как игроки рады получить в свои руки это расширение. Итак, эта статья взята с игрового радара, и это все, что мы знаем о предстоящем расширении. К тому времени, когда вы, ребята, увидите это видео, до расширения, вероятно, будет около 12 часов или что-то в этом роде. Может быть, это займет 18 часов, но ты сможешь сыграть в нее менее чем за 24 часа. Итак, когда прибудет королева-ведьм, ты столкнешься лицом к лицу с хитрой богиней ульи Саботан и ее недавно усиленной армией носителей, похожих на улей, в ее тронном мире. Одно из новых направлений расширения — судьба королевы-ведьм, добавит большую кампанию, новый рейд на корабле-пирамиде и еще больше оружия, включая новую глефу, особый тип оружия. Королева-ведьм также представит новую систему создания оружия и изменения качества жизни. И запуск 16 сезона обновит существующие подклассы Войт с помощью аспектов и фрагментов, таких как Стасис. И давай продолжим смотреть все, что мы знаем до сих пор — расширение. Значит, Стражи Ульи обновлены. Судьба врагу королевы-ведьм. В королеве-ведьм ты столкнешься лицом к лицу с ослабленным выводком носителей света Ульи Саботана. Предположительно, мы узнаем о том, как именно Сатан крадет силу света к концу сезона Потерянных, но пока мы знаем, что она использовала ее для создания призраков Улья, которые могут воскрешать и наделять мертвые Ульи силами, подобными Стражам. Если ты не знал, то твой уровень силы тоже будет увеличен. Я думаю, что он поднимется до 1560 года. В трейлерах Королеве-ведьм мы получаем краткое представление о некоторых из этих способностей, в том числе о войне Улья, держащем, а затем бросающем два пустотных щита, точно так же, как Титан Страж. Консервная банка, волшебник, подобный солдату Улья, также создает дуговую молнию, подобный чернокнижнику, а другой враг Улья бросает залп солнечных ножей, как охотник. Как и в случае с обычными стражами и их призраками, освобождающими выводок, Улей также может быть воскрешенных призраками Улья, что, похоже, затруднит их работу. Ты, к счастью, сможешь найти и уничтожить призраков Улья, чтобы предотвратить дальнейшие воскрешения. С новой судьбой тоже приходит экспансия, новое место для исследования. На этот раз королева-ведьм не добавляет места в нашу солнечную систему, а вместо этого вводит тронный мир Саботана для тех, кто не знает. Тронные миры — это маленькие вселенные, созданные могущественными богами Ульями, которые не дают им когда-либо по-настоящему умереть в обычной материальной вселенной. Однако, если они умрут в своем тронном мире, это означает, что игра окончена навсегда. Это новое место описывается как неизведанная страна чудес, полная тайн и лжи, и в нем есть большой дворец, заросшие болота и одинокий корабль-пирамида из черного флота тьмы. В компании Королева-ведьм ты отправишься в тронный мир Сатана, чтобы узнать больше о ее лжи в одиночку или со своими друзьями, и даже в более сложных условиях. Также будет доступна опция кампании с легендарной сложностью, которая вознаградит игроков за их усилия, если они окажутся успешными. В этом режиме враги бьют сильнее, возрождение сильно ограничено, а сложность врагов увеличивается в зависимости от того, сколько вас в пожарной команде, чтобы каждый мог присоединиться к веселью. Все игроки, независимо от их текущего уровня мощности, получат автоматическое увеличение своего снаряжения до 1350, когда запустится Королева-ведьм. Благодаря сочетанию действий, включая новый рейд Эншеля, игроки будут стремиться достичь нового предела мощности 1560 и могут превысить его благодаря артефакту 16 сезона. На момент написания этой статьи информации о рейде не так уж много, а рейды обычно проходят в полной тишине, поэтому механика и прочее не разглашаются. Я не уверен, была ли опубликована какая-либо информация, но Destiny 2 также получает еще один матч шестого игрока в наступательном стиле, такой как Оуверайт, астральное выравнивание под названием «Конфликт Этену». И снова в этой статье об этом тоже мало что известно. Так что переходим к оружию. Новое оружие с глифой в Destiny для Королевы-ведьм получает несколько серьезных новых дополнений с этим расширением. Мало того, что появится совершенно новый тип оружия — глифа, но и новое оружие можно будет создавать, чтобы тебе было легче получить свой идеальный бросок. Глифы — это новый тип энергетического оружия ближнего боя. Они предназначены для первого в истории оружия ближнего боя от первого лица, но они также могут стрелять с дальности до снарядов и разворачивать щиты. Чтобы получить себе глифу, любое из нового оружия назначения в тронном мире и сезонное оружие 16 сезона, тебе нужно будет создать их. Этот более детерминированный способ получения оружия означает, что игроки смогут лучше контролировать свои броски оружия, и они могут добавлять моды и шейдеры для создания уникальных комбинаций. Ты бы также повышал уровень своего оружия по мере его использования, делая его со временем лучше. Как Глейфс и новая система создания оружия попадают в Дистине, пока тоже остается загадкой, но судя по описанию Банджи, похоже, что реликтовый шар корабля «Пирамида» из Шэдоу Кип имеет к этому какое-то отношение. Королева-Ведьм ведет в игру эту новую систему создания оружия, но со временем она будет дополнена новым оружием и даже некоторыми старыми. Судьба тоже за пределами света увидела введение первого подкласса тьмы в истории судьбы, который является стазисом. В нем используется совершенно новая система настройки подклассов, включающая аспекты и фрагменты, которая сильно отличается от фиксированных путей подклассов Light, и Банджи начинает обновлять старые подклассы Light с запуском The Witch Queen, начиная с Void. Как и стазис с его ключевыми словами Freeze, Slow и Shatter, Void тоже получит лечение ключевым словом. Основные три — это подавление, ослабление и изменчивость, последнее из которых приведет к взрыву врагов, когда они умрут или получат больше урона. Другие ключевые слова пустоты включают переполненное пожирание и невидимость. Банджи сказал, что игроки смогут создавать сборки подкласса, имитирующие оригинальные фиксированные пути, но также будет множество новых способностей от Aspects и Fragments. Например, чернокнижники получают аспект, который создает разумную черную дыру, которая может выстрелить в цель всякий раз, когда вы размещаете разлом. Черная дыра наносит урон врагам и перекочевает его чернокнижнику в виде способностей, энергии или здоровья. Это решение Банджи действительно означает, что еще один подкласс Тьмы был пропущен в пользу обновления того, что уже есть в игре. Соулер и Ак увидят обновления с аспектами и фрагментами в будущих сезонах в этом году. Итак, помимо Королевы Ведьм и компании, Банджи подтвердил, что с каждым сезоном в игре будут появляться новые EP, рейды или подземелья. 16-й сезон начнется с Королевы Ведьм и ее нового рейда, и нас ждут два новых подземелья и еще одна повторная версия классической Дестине для рейдов в течение этого года. Ну, мы знаем, что повторный рейд будет бесплатным для всех игроков. Недавно мы узнали, что два подземелья будут премиальными дополнениями к сезонным абонементам. Тебе нужно будет покупать подземелья отдельно, когда они будут доступны, если ты хочешь в них играть, или ты можешь приобрести подарочное издание. Также выяснилось, что в какой-то момент в этом году в игру также будут добавлены еженедельные рейды и ротации подземелья. Эти ротации дадут игрокам новые способы получать награды как в старых, так и в новых ПИ и игровых мероприятиях каждую неделю. И потом, с точки зрения того, что все становится сводчатым, это необходимая вещь, которую нужно сделать, чтобы не лопнуть по швам. Это разозлило многих людей, потому что это сводит с ума платный контент. Итак, вещи, которые попадают в хранилище, включают кампанию расширения Forsaken, пункт назначения Tangled Shore, экзотический квест из Forsaken и сезоны с 2020 по 2021 год. Есть еще пара сезонов, их сезонные повествовательные квесты, их сезонные мероприятия. Все они уходят. Если у тебя уже есть Forsaken, ты сохраняешь доступ ко всему экзотическому оружию, выпущенному с расширением и в последующие сезоны, а также к двум основным действиям в Эншпиле, которые являются подземельем Shattered Throne и рейдом Last Wish. Если у тебя нет дополнения Forsaken, ты можешь купить пакет сейчас или после запуска Королевы Ведьм, чтобы получить доступ к этим двум конечным игровым активностям и получить возможность заработать всю экзотику Forsaken без необходимости покупать все расширение. Кроме того, часть сезонного контента из Beyond Light и позже будет распространена среди других источников в Дестине, о которых мы подробно рассказали ниже. Тогда происходит много изменений в качестве жизни и тому подобное, и это почти вся статья. Так что в игру с расширением Королева Ведьм придет много людей. Если ты хочешь заполучить расширение в свои руки, его базовая версия обойдется тебе в 35 фунтов. Если ты хочешь, возьми себе подарочное издание, которое будет включать сезоны с 16 по 19. Значит ты получаешь 4 сезона с этим. Ты получишь 2 года 5 подземелья. Ты получишь экзотический МГ, катализатор, украшение и экзотического воробья. Так что, если ты подумаешь об этом, эти подземелья, я полагаю, будут стоить по 5 фунтов каждое или что-то в этом роде. У сезонов есть их типичная цена, я полагаю, которая составляет 10 долларов, так что примерно 7 или 8 фунтов, я собираюсь сказать, 8 фунтов за них, и это за каждого. Так что, если ты тоже интересуешься Дестине, я бы пропустил стандартное издание. Это будет 35 фунтов, но ты не получишь подземелья, ты не получишь сезоны. Ты упускаешь экзотические МГ и другие вещи, о которых я упоминал. В то время как если ты действительно играешь в интересующую тебя игру за 70 фунтов, то это вдвое дороже. Я думаю, что это около 80 долларов или что-то в этом роде. Ты получишь подарочное издание, так что ты получишь 4 сезона, которые в любом случае пойдутся тебе в 32 фунта. Ты получишь 2 подземелья, что может быть лишними 10 фунтами. Тогда ты тоже получишь несколько дополнительных вещей. Значит, ты уже экономишь себе деньги и претендуешь на доступ к сезонам и всему остальному, когда они запускаются. Однако, еще одно дополнение, которое я заметил в магазине Xbox. Не уверен, что это доступно на других платформах. Я почти уверен, что так и будет. Но ты можешь получить подарочное издание дополнения Королевы Ведьм и комплект Банджи 30-летия за 88 фунтов. Я имею в виду, что мы говорим о куче денег, учитывая, что это просто расширение, потому что Destiny 2 в любом случае бесплатно. Но так же, как и времена года, 2 года, 5 подземелий, расширение и все такое прочее. Пакет к 30-летию включает в себя подземелья, вы получаете Галахорн, экзотическую ракетную установку, новое оружие, броню и многое другое. Я имею в виду, что если ты настоящий фанат, у тебя еще нет 30-летия, как у всего этого контента, и ты интересуешься Королевой Ведьм и играешь во всех сезонах, тогда это, вероятно, будет лучшим. Однако, я почти уверен, что после этого ты сможешь купить подарочный пакет. Так что ты можешь запрыгнуть в стандартное издание Королевы Ведьм, посмотреть, как оно стоит за 35 фунтов. И тогда, даже несмотря на то, что тебе придется заплатить больше денег, это избавит тебя от необходимости тратить эти деньги в первую очередь как авансы. Так что лично я бы посоветовал придерживаться стандарта, если тебе интересно просто посмотреть новое дополнение, поиграть в новую компанию и все такое, если тебе действительно интересно. Самый большой, если у тебя есть на это деньги. Очевидно, ты тоже получишь там пакет с 30-летием. Однако, если ты не слишком заинтересован в гала-концерте и подземелье, тогда все, что ты можешь сделать, это получить 71. Я думаю, что это будет 80 долларов. Ты можешь получить люкс, который даст тебе оба подземелья, которые будут продаваться отдельно. Все четыре сезона, которые, я думаю, продлятся тебе год. И ты тоже получишь пару экзотических вещей, брошенных туда. Значит, все сводится к тому, насколько сильно ты тоже наслаждаешься судьбой. Как я уже сказал, на это было более миллиона предварительных заказов, так что я был бы немного осторожен. Вероятно, возникнут какие-то проблемы с сервером и прочее, когда это произойдет. Первый запуск. И даже несмотря на то, что я был в предвкушении, я буду поднимать это. Я сейчас нахожусь. Пока я делаю эту запись, я устанавливаю игру, так что я буду проверять ее. Я, наверное, для начала буду придерживаться стандартного издания. Я мог бы получить люкс. Я не совсем уверен. Я не думаю, что буду слишком увлекаться сезонами, но нам нужно будет посмотреть, как все пройдет, потому что в конечном итоге я могу сыграть в подземелье и все такое, что нам буквально придется увидеть. Мне просто очень интересно попробовать компанию, и я действительно хочу попробовать легендарную сложность. Но что мы собираемся сделать, так это оставить видео там. Я бы сказал, что стоит поиграть в Дестине. Два расширения на самом деле не подводили в прошлом. И я не думаю, что это будет первый раз, когда они это сделают. Просто обычно после того, как они выпускают, возникает много споров, даже они начинают что-то перепрыгивать. И есть просто спорные решения по вещам в игре и все такое прочее. Но я верю, что сама компания будет действительно хорошей. У тебя есть новая система крафта, новое оружие. У тебя есть подземелье. У тебя есть рейд. Там будет много контента, чтобы играть за ту сумму денег, которую ты тратишь. Итак, что мы собираемся сделать, так это оставить видео там. Дай мне знать свои мысли и прочее в комментариях. И я увижу тебя в следующем. Я надеюсь, что вам, ребята, это понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода